Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим об одной задаче, которая была предложена участникам международного турнира юных физиков. В этой задаче надо исследовать движение вот такого кольца, которое надето на трубу и которое пускают с некоторой закруткой вниз. Ну и видно, что оно продолжает крутиться вокруг трубы и при этом приблизительно равномерно спускается вниз. Ну ясно, что эта задача уже рассматривалась в каких-нибудь статьях, но мы не будем излагать вам правильные результаты, которые там были получены. А вместо этого попробуем рассказать, как с чего начинается физическое исследование, как оно проходит. И обойдемся при этом, возможно, более простыми средствами. Ну и любое физическое исследование, конечно, начинается с наблюдения явления, его воспроизведения. Ну и давайте я вам еще раз покажу это явление. Ну все происходит слишком быстро и поэтому нам хорошо было бы заснять все это в замедленной съемке. Использовать при этом разные трубы, разные кольца и посмотреть, что же при этом получается. И вот мы нашли разные трубочки и разные кольца. И вот совсем тоненькое колечко. И вот оно прекрасно спускается по этому тонкому стежню. Вот трубка потолще и кольцо потолще. И оно тоже спускается медленно. И видно, что практически равномерно. Ну а вот большая труба и резиновый бублик-эспандер. Давайте попробуем его запустить. Так, еще раз. И он тоже спускается, вращаясь довольно-таки медленно. И похоже, что он нам наиболее удобен для дальнейшего исследования. И вот мы видим движение бублика, замедленное в 32 раза. Он обкатывает вокруг трубки, при этом он наклонен все время под одним и тем же углом и, по-видимому, касается трубки в одной точке. И движение бублика происходит практически равномерно. Движение кольца можно продемонстрировать следующим образом. Сейчас я его держу горизонтально, так что оно касается внутренним образом трубы, на которую надето. А теперь я буду поворачивать плоскость кольца до тех пор, пока это еще возможно. И вот с таким наклоном кольцо спускается по спирали. И получается, что его движение полностью определяется геометрией всей системы. И теперь можно дать качественное объяснение движению кольца вокруг трубы. И это движение представляет собой, во-первых, равномерный спуск вниз, а во-вторых, равномерное вращение центра масс кольца вокруг оси трубы. Ну и поскольку движение вниз происходит равномерно, значит, сумма сил в этом направлении должна быть равна нулю. Вертикально вниз на центр масс кольца действует сила тяжести. И ее может уравновесить только сила, приложенная в точке касания трубы и кольца. Ну, очевидно, это сила трения. Ее величина должна быть в точности равна величине силы тяжести. Ну, раз у нас есть сила трения, значит, кольцо должно быть прижато к трубе. Так, чтобы на нее действовала сила реакции опоры такая, чтобы сила трения была в точности равна силе тяжести. Ну, кольцо может прижиматься к трубе только за счет вращения. Если мы перейдем в неинерциальную систему отсчета, вращающуюся с такой же частотой вокруг оси трубы, как и кольцо, то на него будет действовать центробежная сила, и его величина должна быть равна силе реакции опоры. Короче говоря, эти силы подстраиваются друг под друга, но и в этом смысле частота вращения кольца будет именно такой, чтобы эти силы компенсировали друг друга. Теперь мы можем перейти к количественной теории. Начнем с того, что выделим из полной силы трения силу трения качения, направленную вдоль спирали, по которой кольцо обкатывает трубу. Полная сила трения равна МЖ, а сила трения качения равна МЖ синус альфа, где альфа – угол уклона спирали. Сила трения качения пропорциональна силе реакции опоры Н, где мю – коэффициент трения качения. Сила реакции опоры, в свою очередь, равна центробежной силе МОмега квадрат, умноженной на радиус вращения, который равен разности внутреннего радиуса кольца и радиуса трубы. Отсюда мы можем выразить квадрат угловой скорости вращения. И эту формулу уже можно проверять в эксперименте. И вот я выписал формулу для квадрата угловой скорости вращения отдельно. Ну и, кстати сказать, из нее можно немедленно получить скорость спуска кольца по трубе вниз. Она определяется из геометрических характеристик. Но если мы учтем, что у нас точка касания навивается спиралью на трубу. Ну и вот получается такая несложная формула. Но теперь вернемся к экспериментальной проверке этой теории. Вот в этой формуле у нас синус альфа и разность радиусов – это все геометрические характеристики системы. Их, конечно, можно менять, но при этом мы не знаем, как меняется коэффициент трения. Это коэффициент трения качения. Его крайне сложно измерить напрямую. Поэтому мы после того, как несколько подумали, решили, что мы можем изменить G – ускорение свободного падения. А для этого достаточно наклонить трубу. И вот я наклонил трубу. И теперь на кольцо вдоль трубы действует не вся сила тяжести, а только ее проекция на направлении трубы. Эта проекция относительно невелика. Ну и я теперь запущу кольцо. И вот оно спускается существенно медленнее, чем по вертикальной трубе. Как будто сила тяжести у нас уменьшилась. Ну и меняя угол наклона трубы, мы можем проводить эксперимент за экспериментом и проверить соответствие нашей теоретической формулы результатом опытов. Мы измерили скорость спуска для разных углов наклона трубы и пересчитали эти углы наклона в эффективное значение ускорения свободного падения. Наша теория при этом предсказывает, что скорость спуска должна быть пропорциональна корню квадратному из g. Ну и видно, что в целом результаты эксперимента соответствуют этой теории. Однако при больших углах наклона и малых g начинаются некоторые расхождения. И по-видимому это отклонение можно объяснить так. Пока труба у нас стоит вертикально, работает простая теория, в которой прижимающая сила в точности равна центробежной. А когда мы наклоняем трубу, тем более вот так сильно, кольцо в этом положении прижимает не только центробежная сила, но и сила тяжести. А в этом положении сила тяжести наоборот отжимает кольцо. Ну и кроме того, когда кольцо спускается по вот так сильно наклоненной трубе, то угловая скорость вращения становится гораздо меньше. И соответственно падает величина центробежной силы пропорционально квадрату угловой частоты, между прочим. То есть довольно сильно. И величина центробежной силы и силы тяжести становятся сравнимыми. И поэтому нам уже нельзя не учитывать вот этих различий прижимающей силы в таком положении и в таком. Ну и наверное именно с этим и связаны отклонения результатов эксперимента от нашей простой теории. А теперь наш традиционный заключительный вопрос. Ну вы уже много раз видели как кольцо по трубе движется вниз, но иногда при запусках оно почему-то движется вверх. Ну примерно вот так. И надо это как-то объяснить. Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе.